Здравствуйте, с вами Азбука Здоровья доктора Бубновского. Сегодня у нас по списку буква В. Одним из самых популярных заболеваний на букву В является варикозная болезнь или варикоз вен. Варикоз вен или варикозная болезнь это прежде всего, если это в ногах, несостоятельность венозных клапанов, которые приводят к нехорошему венозному рисунку на поверхности ноги. И флебологи всегда говорят о необходимости либо склерозировать, либо удалять неполноценные вены. Потому что, с одной стороны, долгий застой в варикозных узлах ведет к самому страшному осложнению варикозной болезни – тромбозу. Но, как показывает практика, удаление поверхностных вен ведет к варикозу глубоких вен, которые не видны. И человек думает, что если удалили поверхностную вену с плохой сосудистой системой, с плохим прохождением крови по венам, то уже этой проблемы не будет. Но проблема-то остается, потому что варикоз – это лишь поверхностное оформление несостоятельности вен в связи с тем, что плохо работают мышцы нижних конечностей, которые и приводят к застою в венах нижних конечностей в области узлов. Поэтому, первое, чтобы венозная болезнь не переросла в тромбофалибит, необходимо делать упражнение, так как именно упражнение способствует массажу этих вен, массажу варикозно расширенных узлов и прокачиванию крови вверх по типу дренажа. В таком случае никогда не будет образования тромбов. Имейте в виду, что именно во время лежания, во время ношения всевозможных ортопедических чулков, когда создается иллюзия, что, мол, вены кровь идет сама по себе, не задерживаясь в варикозных испорченных клапанах, и возникают тромбы. Тромбоз вен – это осложнение долголежащих пациентов, особенно страшно после любой операции, где идут потери крови. Поэтому варикозную болезнь надо рассматривать с точки зрения двух позиций. Косметическая. Женщина удаляет вены, потому что болят вены, тоже болят, они имеют болевые рецепторы. И боли перемещаются на другие вены, потому что варикоз удалением или склерозированием не устранит болезнь. Потому что варикозная болезнь – это плохой кровоток по венам с нижней конечности до самого сердца. Второй момент. Если вы перенесли операцию, у вас варикоз, то, конечно, необходимо сделать все возможности гимнастических упражнений вплоть до просто в кровати, чтобы не было застоев нижних конечностей, в венах нижних конечностей. И третье – косметическое. Существуют всевозможные лазерные шлифовки вот этих сеточек. Существуют препараты, которые устраняют внешние проявления варикоза, но на самом деле варикоз никуда не исчезает. Удалили одну или две или три вен. И чем больше будете делать операцию, тем скорее получится тромбоз глубоких вен. А это опасно. И поэтому самый главный вывод на основании варикозной болезни – это занимайтесь в тренажерном зале не менее трех раз в неделю. И первое, что вы должны сделать, если касается вопрос нижних конечностей и органов тазового дна, это упражнение. Это всевозможные жимы ногами, это всевозможные отведения-приведения ногами, это работа со стопой, это работа с брюшным прессом, потому что диафрагма откачивает кровь от вен нижних конечностей. Диафрагмальное дыхание и пресс – это одно целое для устранения осложнений после варикозной болезни. И последнее, применение всевозможных тромболитиков, которые рекомендуют буквально все врачи, связанные с варикозом, приводит к открытию язвы. Имейте в виду, что на тромболитиках можно получить язвенную болезнь, можно получить кровотечение, которое трудно остановить и сразу увидеть. И поэтому лучший способ улучшения венозного кровотока – это все-таки упражнение в антигравитационном режиме, нога выше головы, что легко допускается на тренажерах МТБ, тренажерах Бубновского. Любое упражнение для ног помогает в профилактике тромбоза. Поэтому варикоз необходимо рассматривать только с точки зрения тромбоза. А чтобы тромбоза не было, необходимо делать упражнение, улучшающее венозный кровоток от вен нижних конечностей к сердцу. Всего хорошего здоровья!